Виктор Михайлович, в ближайшем будущем еще совместным усилим мы планируем с вами запустить продукты биопарфирин. Можете тоже кратенько о нем рассказать, что это такое, его предназначение, этого продукта, кем проблемам? Ну, я уверен, что джимброс сделать, потому что порфириновое соединение, вот мы с вами сидим тут, и в наших жилах, крови, сосудах огромное количество всяких порфиринов, вот, поэтому к ним очень большое внимание, у них двойные связи, они имеют ароматические связи, ну, это обойденная структура, но это атомомолекулярная структура, она занимает там определенное количество, количество, там, 10-20%, не больше. А еще внутри-то оказалась биоплазма, особый вид биоплазма парфирина. Вот, почему происходит фотосинтез, когда, сами знаете, есть СО2, из-за улицы, из-за воды, там, или других, воды и так далее, создаются целые, так сказать, сооружения биологические, живые или там, не живые, на возрасте, они создаются. Поэтому все говорят, что вот, главное фотосинтез, главное это синтез порфиринов, а что такое гемоглобин, а что такое гемоглобин, это связь с окислительными процессами, без него окисление не пойдет нигде, а не будет окисления, не будет выделения энергии для всяких других процессов, которые происходят в другом органике. То есть ясно, что это очень важно, но я не говорю о фотосинтезе, который тоже основа основ является, на чем базируется вся аэробная жизнь, связанная с окислением и так далее. Да, есть анаэробы, но анаэробы это в основном наши враги чаще всего, хотя они тоже играют и роль иногда положительную, но это наши враги, а анаэробы. Анаэробы это те, кто создают, да не тоже могут разрушать, но они участвуют в таких глобальных процессах, как фотосинтез и дыхание, допустим. Без дыхания, вы сами знаете, мы долго не потянем. Да, кислорода везут. Да, конечно. Это очень важный момент. Парсирины надо беречь. Из парсиринов надо создавать разные, так сказать, оздоровительные системы, которые могут помочь человеку. И не только человеку, но и человеку, а большим массам людей, животных и создать полноценную экологию, которую мы так всегда нуждаемся. Не говоря уже о других аспектах. Виктор Михайлович, получается данный продукт будет насыщать организм биопарфирином, я правильно понял? Что? Данный продукт биопарфирин будет как раз насыщать человеческий организм биопарфирином, правильно? Разными формами биопарфирин. А, даже разными? Ну, как бы, я только сказал. Демоглобинка биопарфирина 0 будет, и фотосинтез тоже 0, то есть это биопарфирин и растительные, значит, мы должны это все учитывать. Мы же без экологии тоже не можем существовать. Ну да. Вот, поэтому нет, это очень серьезный вопрос. Да, получается, людям с пониженным гемоглобином данный продукт крайне рекомендуется, да? Еще как. И не только с пониженным. Аниме называется. Аниме, да. Пониженный. Это проблема нередкая в нашем обществе. Ой, помню. Пониженный гемоглобин и последствия. И дети страдают, и все это знают. Вот, это будет в виде жидкости, в виде капель тоже, как я правильно понял, да? И в виде жидкости, и в виде порошков, и в виде разных добавок. Вот, это, конечно, и... В процессе разработок будут разные виды. Да, еще добавляется там и так далее. Это великолепная, я так сказать, гамма цена, которая... Гамма различных аспектов, разных методов, которые дают возможность человеку жить даже в такой очень грозной экологической ситуации, как ядерные испытания, как всякие там вот сейчас то, что надвигается, так сказать, эпидемии все эти ужасные, которые мы должны сеть поставить и сказать, все, эпидемии снижаются до нуля. Да, уже нету той опасности, о которой можно говорить. Иммунная система данной продукты тоже, я так полагаю, тоже лучшая кровоспособность иммунная система. Ну, а все это большинство, конечно. Это уже ясно, что... Все взаимосвязано. Да. Поэтому очень серьезно относиться к этому. Продолжение следует...